Швейное производство для нужд специальной военной операции организовали в Кавалерово. Губернатор Приморья Олег Кожемяка пообщался со швиями и назвал их труд уникальным и благородным. Еще самое важное, что у покупных изделий тут клепочки, они быстро выходят от строя. И вот это уже наши ноу-хау, вот такие петелечки. А потом еще, так как это плащ-коладка, обработан угол специально, что... Вот этот вот дождевик, да, он как большой получается такой, ноугольник на вес, да, либо их вместе соединить. Это достаточно сложная конструкция, и никто в его время не отшивает. Для помощи фронту женщины объединились в сообщество «Держим строй в тылу». Такая работа сплотила около 20 жительниц Кавалерова, пенсионерок, жен мобилизованных и добровольцев. Администрация округа предоставила им помещение, помогла в его оснащении. Неравнодушные женщины шьют дождевики, маскировочные сети, нательное белье, футболки, бафы, тактические носилки, носки, эвакуационные стропы, карематы. Уже получили отзыв от бойцов, что пятиточечники спасли им жизнь. У нас рекорд полтора часа мы делали. Три сетки в день плетем. Нарезка много времени, каждую полосочку вот так вот попробуйте нарезать. А сетка быстро плетет. Был бы материал, остальное все быстро получается. Отметим, краевая некоммерческая организация «Тигр», занимающаяся организацией помощи приморским бойцам, окажет финансовую поддержку кавалеровским активисткам на покупку расходных материалов. По словам главы региона, подобные производства созданы и в других муниципалитетах Приморья. Артем Белов и Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова